О том, что с боевиками ИГИЛ нужно бороться, если не единым фронтом, то хотя бы сообща, признает все больше стран. Даже Вашингтон, который недавно и слышать ничего не хотел о сирийской армии, говорит о возможности совместной борьбы. Примечательный то, каким образом разные государства видят эту совместную работу. Сегодня Германия окончательно приняла решение отправить своих военных в Сирию. Дамаск об этом не просил. Несколько сотен немецких солдат будут размещены на базе в Турции. И уже оттуда предстоят вылеты. Наш европейский субкор Иван Благой. Об аргументах, дружбе и коалициях. 445 голосов за, 146 против, 7 воздержались. Более чем убедительная поддержка Германии вступает в войну с терроризмом в Сирии. Бундестаг за. Недолгие дебаты перед голосованием. Критика военной операции тонет в потоке агрессивной агитации со стороны христианских демократов. Принимая к сведению неуважение ИГИЛ к человеческой жизни и их жестокость, надо найти чертовски хорошие аргументы, чтобы проголосовать против. Дамы и господа, нет никаких аргументов за то, чтобы бездействовать. Ангела Меркель уверена в победе. Выступающих не слушает, демонстративно разговаривает с министром обороны. Вся фракция левых голосует против. Левые не только не верят в силу бомб, они думают и о тех, с кем придется стоять плечом к плечу. Я думаю, что борьба с ИГИЛ вместе с режимом Ирдогана в Турции невозможна. Ирдоган – покровитель террористов ИГИЛ и других группировок. Бондестаг в курсе, что Анкарат сама напрямую поставляет оружие исламским группировкам. Самолеты ВВС Германии в Сирию намерены летать с территории Турции. Первые вылеты возможны уже через несколько дней. Почти 600 немецких военнослужащих планируют разместить на базе ВВС США Инджерлик в Турции. Они будут заниматься техническим обслуживанием самолетов-разведчиков Торнадо. Первые два немецких самолета, как ожидается, будут переброшены в Турцию уже на следующей неделе. Будут ли немцы спрашивать разрешение на проведение военной операции у сирийского правительства? Маловероятно. Россия и Китай выступают за то, чтобы страны-коалиции во главе с США следовали нормам международного права. Есть лишь два варианта – резолюция Совбеза ООН и официальная просьба властей страны, в которой проводится антитеррористическая операция. Мы выступаем против всех форм терроризма, против двойных стандартов в вопросах антитеррора. Мы всегда настаивали на том, что международное сообщество в вопросах борьбы с терроризмом должно действовать в рамках целей и принципов Устава ООН на основе базовых, всеми признанных норм международных отношений. Турецкие власти тем временем делают очередные заявления в отношении сбитого российского бомбардировщика. Напомню, впервые за всю современную историю России страна НАТО нанесла удар по нашему военному самолету. Турецкий премьер Давут Аглу четко дал понять – извинений не будет. Пусть никто не ждет от Турции извинений. Мы не будем извиняться за защиту наших границ. Мы будем отчитываться только перед турецким народом, который проголосовал за нас на выборах 1 ноября. Не перед кем больше. Сергей Лавров подчеркнул, несмотря на действия официальной Анкары, отношение нашей страны к турецкому народу не изменилось. Мы рассматриваем турецкий народ как нашего друга. И мы не смешиваем турецкий народ и тех, кто отдал этот преступный приказ. О том, как повлияет эта акция турецкого руководства на наши отношения, мы уже объявили. Есть решение президента, есть решение, которое в исполнении его указа правительство приняло. Так что все это известно. Мы хотим всячески избегать каких-либо шагов, которые нанесут ущерб отношениям между людьми. Турецкий премьер накануне признался – 98 километров с сирийско-турецкой границы контролируют боевики, запрещенные в России группировки «Исламское государство». До сих пор этот стратегический для террористов коридор не перекрыт. Турция якобы старается, США считают старается недостаточно. Тем временем халифат опубликовал новое устрашающее видео. Террористы придумали кровавое развлечение для детей, которых они превращают в безжалостных убийц. Дети ведь любят прятки. На этих кадрах мы видим чудовищную джихад-версию этой игры. Ребенок получает балаклаву и пистолет. Он должен найти спрятавшегося в лабиринте пленника и убить его с близкого расстояния. Затем оружие и балаклава передаются другому ребенку. Вот с каким злом предстоит встретиться цивилизованному миру в Сирии. Победить ИГИЛ можно лишь сообща. Так считают не только в Москве, но и в Вашингтоне. Госсекретарь США Джон Керри сегодня еще раз заявил о возможности совместной борьбы повстанцев и сирийской армии с террористами. Иван Благо, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Максим Шемин, Первый канал, Берлин.